Это вам гостью, потому что это уникальный опыт, когда человек пишет на русском, но при этом сейчас учится в магистратуре в Нью-Йорке, в магистратуре по литературному мастерству. Есть что сравнить, есть отличия, есть сходства, есть преимущества. И Светлана сегодня расскажет о том, как написать роман, потому что я знаю, что у многих из вас есть эта мечта, либо эта цель. Я думаю, что будет полезен опыт Светланы и ее мнение по этому поводу. Предлагаю остаться до самого финала этой лекции, потому что в конце мы приготовим для вас топ-10 романов, которые, по мне и Светлане, нужно прочитать любому автору. Мы объясним, почему мы выбрали эти романы и поделимся с вами этим списком. Светлана, тебе слово, хорошего эфира. Я ухожу за кадр, вернусь на вопросы на романе. Лена, спасибо большое. Всем добрый вечер. Я сейчас в Нью-Йорке, поэтому у меня день. Я только что пообедала, но мне в любом случае очень приятно, что все вы пришли. Я понимаю, что уже поздно. Постараюсь занять не очень много времени и как-то вас вдохновить. Почему роман? Ну, во-первых, потому что я романист. Я сейчас работаю над своим четвертым романом, уже по-английски. И надеюсь его, конечно, опубликовать здесь, в Америке. И просто хочу дать какие-то советы, ответить на вопросы и так далее. Мне кажется, что сейчас такое тяжелое время, когда многие вообще потеряли какой-то смысл в жизни. И, ну, может быть, это не всех касается, но, во всяком случае, касается очень многих моих знакомых и друзей. И, например, я сама столкнулась с такой ситуацией, когда после 24 февраля я недели три не писала, что для меня вообще немыслимо, потому что я стараюсь писать каждый день. Но, разумеется, не всегда получается. Мы тоже об этом можем поговорить. Я, кстати, на своей закрывающей лекции в курсе роман, ну, собственно, об этом рассказываю. Как продолжать, как не бросать, сколько надо писать и так далее. И мне кажется, что, допустим, если вы только подумываете о том, чтобы написать роман, это вообще совершенно замечательное дело, которое как раз может вас очень поддержать. Это и есть, может быть, тот самый смысл, который сейчас нужен. То есть найти себе какой-то проект и на нем сконцентрироваться. И мне кажется, это, ну, это очень терапевтично в первую очередь. И вообще может для вас открыть вас с какой-то новой стороны, если вы еще никогда не писали или, может быть, пробовали только малую прозу. Вот, собственно, а можно я сейчас Марию попрошу на следующий слайд? Там просто такой вот небольшой план, которого я буду придерживаться. Постараюсь где-то минут 30 вот рассказать вам обо всем, что я здесь набросала. Во-первых, если вот у вас есть такое желание, допустим, написать роман, и вы можете задать себе вопрос, о чем роман. Допустим, у вас нет еще какой-то идеи зрелой, и вы можете спросить меня, например, как многие спрашивают вот на курсе роман, откуда взять эту самую идею? И вообще, что может быть романом? Тут мне трудно сказать, как сказать, однозначно ответить на этот вопрос, потому что я специально никогда не искала идеи для своих романов, они как-то сами складывались. Но я могу сказать, что у меня было по-разному. То есть, например, я помню, что, может быть, самый первый свой роман, вот я просто села его писать в самой первой строчке, он мне написался хронологически вот сам. То есть он был написан давным-давно и в таком стиле поток сознания. Собственно, это и было потоком сознания. То есть я как начала с первой строчки, так и продолжала и закончила последней. И потом практически не редактировала. Но другие свои романы я уже выстраивала. Например, сейчас, поскольку я уже несколько лет живу в Америке, вот сейчас заканчиваю магистратуру, там преподают, ну, такой, что ли, более американский подход практически к написанию больших текстов. И, в общем-то, советуют набросать план. Хотя я знаю, что это тоже не всегда работает. Вот, например, я написала сейчас уже первый драфт своего, вот этого четвертого романа. Я его писала как раз по плану. У меня был и синопсис, и у меня был какой-то план по главам. И то, что получилось в итоге, мне не совсем понравилось, потому что как-то там было мало воздуха и вдохновения. Мне кажется, просто когда плана четкого нет, ну, для меня вот лично это в прошлом работало лучше, потому что я как бы сама для себя открывала то, что происходило с моими героями. Я сама не знала, что будет дальше. И, может быть, когда ты точно знаешь, что будет дальше, это не очень хорошо работает. Но в любом случае, когда я вернусь к этому основному вопросу, откуда брать идеи, мне кажется, что, как сказать, идея должна родиться сама. То есть, это мое глубокое убеждение, не нужно думать о том, чего, например, хотят читатели. Мне кажется, что у романов читатели будут всегда, и роман не умрет, хотя ему уже много раз предсказывали скорую смерть. Вот. И что бы вы ни написали, вы в любом случае найдете свою аудиторию, если вы, ну, создадите что-то талантливое. И заниматься какими-то прогнозами – это дело вообще очень неблагодарное. Потому что даже, например, в киноиндустрии, да, где крутятся гигантские совершенно деньги, и американские эти огромные компании тратят колоссальное количество на маркетинг, и они делают опросы, когда они там делают сначала какие-то скрининги фильмов, заранее показывают, значит, группам людей, и пытаются на основе этого там вывести какую-то формулу успеха, пытаются понять, будет ли данный конкретный фильм успешным или нет. И, насколько я знаю, может быть, я что-то не то знаю, но насколько вот я знаю, ну, как бы это работает далеко не всегда, а чаще не работает. Невозможно предсказать, что выстрелит. Поэтому я предлагаю вообще никак не ориентироваться на то, что сейчас популярно, что сейчас читают. Я просто почему на этом останавливаюсь? Потому что очень часто получают такие вопросы. Люди спрашивают, а каких авторов ищут? Я даже знаю, что вот у Бенда был эфир на эту тему, я его не посмотрела, а, наверное, надо было. Но мне кажется, что не нужно ориентироваться вот на это, что сейчас модно, что сейчас как бы там тема, повестка или еще что-то. А единственное, на что стоит ориентироваться, это то, о чем хочется рассказать вам самим. И это имеет огромный практический смысл. Потому что, например, вчера, это вот такой анекдот, это я не хвастаюсь каким-то образом. Тут просто мне приходит вдруг в голову, потому что сейчас у меня лекция такая, импровизация. В общем, нельзя сказать, что я как-то готовилась и так далее. Вот это просто такой разговор наш с вами. И вчера я ходила гулять со своей подругой, американской писательницей. Она очень известная писательница. У нее пока только одна книга, но она очень прогремела, эта книга. Значит, она там всяческие призы срубила. И вот мы с ней гуляем вчера по проспект парку, который у нас тут рядом. Мы обе живем в Бруклине. И, простите, и мы говорили об очень интересном феномене. Мы обсуждали, кстати, книжку, только что вышедшую, русско-американской писательницы. Я еще ее не прочла. Я прочла только, я взяла ее в библиотеке, прошла только 15 страниц. А Джулия прочла ее, значит, уже целиком, еще заранее, еще до выхода, потому что, кажется, она писала блёрд на обложку или что-то такое. И вот она мне рассказывает про эту книгу. Она говорит, там, значит, речь идет о русских, которые переехали в Америку. И вот все части, которые в России, там детство героев и так далее, они прям читаются на одном дыхании. Они замечательным образом совершенно написаны, прям хочется все больше и больше и дальше и дальше. А куски, которые в Америке, они почему-то вот как-то не очень трогают и как-то не очень интересно читать, хочется как-то пролистнуть. И ей было очень интересно узнать мое мнение, но я, к сожалению, до части про Америку не дошла. Я вот почитала немножко про детство двух девочек в России. Мне очень понравилось. И мы стали обсуждать вообще, как бы так, теоретически этот феномен, чем это вообще можно объяснить, почему вдруг части про Россию такие яркие, интересные, и читателю, они читателя захватывают, а вот американские как-то уже не очень. И я предположила, это просто мое предположение, поскольку я книжку-то не прочитала, я говорю, ты знаешь, я вот тут сдавала свой рассказ на семинар, да, на своей учебе, и мне мой преподаватель, потом когда дал фидбэк письменный, он выделил там части в моем рассказе, которые вот мне самой было интереснее всего писать. Вот там моя душа жила. Там мой герой, подросток, значит, 90-е в России, он мечтает вообще быть панк-рокером, но поскольку нужно что-то делать, нужно хоть как-то зарабатывать деньги, помогать маме, он устраивается работать санитаром в больницу. И там всякие ужасы он видит. Вот, но это основано на реальной истории, в общем-то, этот рассказ, значит, одного человека, которого я знаю. И что меня поразило, что мой преподаватель, он, соответственно, увидел все куски, которые мне очень нравилось писать, самой, где вот я жила полностью. И он их отметил как те, что ему было интереснее всего читать. И он сказал, что, судя по всему, сердце рассказывает именно там. И из этого я какой вывод делаю, что вот я сказала Джулии, что когда вы сами вот живете на странице, вас трогает то, что там происходит, это обязательно передается читателю. И это, не знаю, я вообще человек не эзотерик, ни в коем случае, а наоборот скептик, я не верю во всякие там энергии, но я, у меня просто в словаре нет другого слова, кроме энергии. Как назвать вот то, что происходит? То есть ваша энергия попадает туда, на страницу, и она же передается читателю. И поэтому я предположила, когда мы обсуждали книжку, только что вышедшую этого русско-американской писательницы Кристины, я предположила, что когда она писала вот эти куски, которые происходили в России, там в ее детстве и в юности, очевидно, это было ей настолько дорого, там жила ее душа, и это передавалось читателю. А потом вот эти американские куски, но она их написала, потому что надо было, потому что у нее, видимо, какой-то план был романа, что вот это все должно вот так вот чередоваться. И, возможно, ей было не так интересно писать эти куски, поэтому и читателю неинтересно. То есть вот эту свою долгую подводку я сделала зачем? Чтобы убедить вас, что писать нужно только о том, что вам дорого, о чем вам самим интересно писать. Иначе шансы на то, то, что ваша книжка будет, например, ну не то, что я не буду говорить успешно, но там прочитано, любимое и так далее, они, в общем-то, уменьшаются. Вот поэтому к вопросу, откуда брать идеи. Просто посмотрите вообще вокруг себя, посмотрите о том, не посмотрите о том, посмотрите, что вас окружает, что вас волнует, о чем вы там, я не знаю, с жаром разговариваете, с друзьями, о чем вы не можете перестать думать. Наверняка есть какие-то истории, события, к которым вы возвращаетесь, и о которых вам было бы интересно рассуждать, и люди, о которых вам было бы интересно писать, потому что роман – это вообще-то долгое дело, хотя вот, опять же-таки, Джулия, например, пишет, вот это моя подруга, вот сейчас роман новый, он у нее будет короткий, у нее на самом деле такой роман, как, не знаю, два моих рассказа, вот так она мне называла «Количество знаков», такая, думаю, надо же, у меня, это как вот реально, два моих рассказа сложить, это роман, вот так, по знакам, то есть, в принципе, есть даже такая какая-то тенденция, что пишут сейчас короткие романы, но это, например, не про меня, я пишу романы длинные, и они у меня, разумеется, занимают там несколько лет моей жизни, и поэтому представить, например, себе, что я буду жить несколько лет, фактически, с людьми, то есть с персонажами, которые мне неинтересны, ну, я даже не могу такого представить, поэтому, вот, смотрите, с какими бы персонажами вам было бы интересно провести несколько лет своей жизни, вот с ними и проводить. Сейчас я перейду ко второму вопросу, чтобы не очень затягивать, значит, нашу встречу. Допустим, у вас какая-то есть идея, и как понять, эта идея тянет на рассказ, на повесть или роман? Я такой вопрос тоже довольно часто слышу, поэтому вот его включила. Дело в том, что я, например, не умею писать совсем короткие рассказы, то есть там бывают такие рассказы от страницы до пяти, например, то есть я даже и десятистраничный рассказ не могу написать, для меня это мало, как бы слишком маленький объем. У меня есть всего лишь один коротенький рассказ, но это какая-то аберрация, потому что обычно я пишу рассказы длинные. И есть, кстати говоря, много писателей, которые пишут длинные рассказы, вообще в русской традиции их называют повести. Например, когда от сорока тысяч знаков, это считается повесть. Вот, например, Элис Манро, нобелевский лауреат, все знают эту прекрасную канадскую писательницу, она пишет очень длинные рассказы, которые можно назвать новеллами. И, то есть, иногда они за сто страниц. И, например, Джумпа Лахири, прекрасная писательница, которую я обожаю, индийского происхождения, американка. Вот, она сейчас пишет по-итальянски, ну, как бы у нее такой жизнь, такой поворот приняла, и пишет романы, кажется. Вот, сама переводит их потом на английский. Но вообще вот она, у нее вышло несколько сборников рассказов совершенно потрясающих. Там очень длинные рассказы, каждый из них, в принципе, тянет на роман, но ее выбор был сделать из этого рассказ. Так вот, я постараюсь, значит, постараюсь сказать, что, на мой взгляд, такой рассказ. Например, если он короткий, то те самые рассказы, которых я-то не пишу. Я для себя их определяю словом «ситуация». То есть, допустим, есть какая-то ситуация. Вот, например, рассказ, один из недавних, который я прочитала. Это рассказ моего однокурсника, я не буду его называть, потому что этот рассказ не опубликован. Это вот на семинаре я прочитала. Рассказ такой. Парень и девушка занимаются сексом, значит, в квартире. А попутно мы узнаем, что девушка, она полигамна. У нее есть еще несколько партнеров, а парень этот ее любит, и он не полигамен. И он, естественно, расстраивается по этому поводу. Вот он как бы там думает, то есть мы имеем возможность как-то к нему присоединиться и послушать его мысли. И этот день, это день рождения девушки, и вечером, соответственно, у нее в квартире должна произойти вечеринка, и туда придут ее там другие партнеры. И парень так из-за этого расстраивается, что он ей врет и говорит, что он вообще-то сейчас на днях переезжает в Калифорнию, и, собственно, скорее всего, они больше не увидятся. Ну вот, это как бы ситуация. Действительно, ситуация на роман не тянет. Поэтому это, конечно же, рассказ. Но ее можно, эту ситуацию, превратить и в повесть, и в роман. И тут важно для себя понять, насколько вы, например, хотите погружаться в жизнь этих героев, как глубоко и на какое время, и сколько там будет сюжетных линий и так далее. Потому что вот парень, девушка занимаются сексом, и вот он ей врет, что он уезжает. Ну все, мы все понимаем, что это коротенький рассказ. А если, например, это повесть, ну, скорее всего, мы должны будем увидеть вечеринку, мы должны будем увидеть тех людей, которые пришли на эту вечеринку. Может быть, там произойдет какая-то ссора. Потом, скорее всего, если это повесть, наверное, она, может быть, не ограничится все-таки одним днем. Будут какие-то последствия. Возможно, они на следующий день увидятся. Может быть, он уедет, потом вернется и так далее. Если это роман, он вообще может затянуться на несколько лет. То есть мы можем увидеть, что происходит через 10 лет. Может, они опять встретились и уже на сей раз и так далее. То есть роман отличается длительностью, естественно, от рассказа или повести и глубиной проработки всех деталей. То есть в рассказе вы не будете упоминать все, рассказывать, какой интерьер был в этой комнате, где они сексом занимаются. Может, там одна деталь будет, там окна открыты, ветерок дует, свет солнечный как-то очень красиво падает. Но если это роман, то там совершенно другой темп, естественно, у этого произведения. Вы можете позволить себе описывать внешность, описывать пейзажи, описывать что угодно. Вы можете делать какие-то флешбеки, разумеется. Потому что, например, в коротком, ну или не очень коротком рассказе, например, на 30 страниц, как правило, что говорит наш профессор, которого я безумно люблю, значит, Джошуа Хенкин, это директор нашей, моей программы магистерской. Всякие раз, значит, на семинаре у нас бывают рассказы, где половина времени происходит как бы в реальном времени, в настоящем. То есть вот мы вступаем в какой-то момент, и нам рассказывают, что происходит в настоящем. А потом происходит какой-то флешбек, и вдруг мы узнаем, что происходит в прошлом, или происходило в прошлом с этими же героями, да, то есть какой там контекст. И бывает так, что вот этот флешбек, он длиннее, чем вообще-то то, что происходит в реальном, в настоящем времени. И, значит, Джошуа, наш профессор, все время говорит, ну, как бы в рассказе это не очень приемлемо. Разумеется, можно делать все, что угодно. Я, кстати, хочу к этому потом вернуться. Я хочу заранее прям сказать такой дисклеймер. Нет никаких правил. То есть об этом начинающие авторы тоже сейчас спрашивают, а можно ли это делать, а можно и то. Можно все, что угодно. Нет никакого, знаете, закона, который говорит, можно писать романы только так. Делайте как угодно. Главное, чтобы это работало. Главное, чтобы читатель понял ваш замысел, чтобы он проникся, чтобы получил эмоции, какие-то мысли у него возникли и так далее. Если ваш текст сработал, да как угодно вы можете его писать. Поэтому тут речь идет не о том, что флэшбэк не должен быть длиннее, например, чем то, что происходит в реальном времени. Нет таких правил. Просто возникает закономерный вопрос. Если то, что происходит в прошлом, интересует вас, как автора, гораздо больше, чем то, что происходит в настоящем, возможно, вам просто стоит перенести эту историю в прошлое. Возможно, в настоящем ничего такого интересного не происходит. вы использовали то, что происходит в настоящем, как просто какой-то трамплин для того, чтобы перескочить в прошлое и рассказать, что там происходит. А может быть, это не нужно. Просто сделайте так, что ваша история будет в прошлом. Надеюсь, что я не очень сумбурно рассказываю, но основная мысль моя такая, что если вы собираетесь написать роман, то вы будете погружаться в реальность ваших героев очень-очень глубоко и очень-очень детально. И, например, если вам это не очень нужно, то вы можете написать рассказ. Или, если вдруг вы пишете рассказ, вас очень заинтересовали эти герои, я не знаю, их отношения, вдруг вы подумали, что у этого героя есть, например, мама, которая там что-то, что-то, а у героини там наоборот что-нибудь еще в прошлом тоже такое интересное. То есть, и вдруг вы заинтересовались всей этой ситуацией, и ситуация постепенно начала разрастаться и превращаться уже что-то такое очень большое, что не умещается в рамки рассказа. Вот, пожалуйста, это ваш роман тогда. И, опять же-таки, нет никаких правил. В принципе, мы все знаем романы, которые, значит, весь роман случается за один день. Например, «Чего далеко ходить?» «Улисс» Джеймса Джойса. Огромный, совершенно гигантский роман, и все, что там происходит, это всего лишь в рамках одного дня. А бывает, естественно, мы знаем какие-то саги, которые там века буквально-таки, да, охватывают. Такое тоже может быть. Ну, и опять-таки, возвращаясь к тому, что правил никаких нет, все зависит только от вас. Вот. Пункт номер три. Нужен ли план, и как его составить? Я немножко этого уже коснулась. Я, как говорят по-английски, «I'm on defense about it». Я на заборе из-за этого. Такая есть идиома, да, то есть означает, что я как бы не могу определиться, что ли. То есть меня и в ту сторону бросает, и в другую. Значит, я все никак не могу вот ногу свою перекинуть отсюда, вот туда, да, через забор. Ну, так я понимаю это выражение, во всяком случае. И, значит, поэтому я не определилась. Есть, ну, какие-то аргументы в пользу того, чтобы плана не придерживаться, а чтобы ваш роман как-то рос органически. У меня есть такой опыт. Вот я, по-моему, первые три романа так и написала, без всякого плана. Вот. А сейчас вот у меня есть строгий план, и, честно говоря, вот тот роман, над которым я сейчас работаю, я, конечно, не знаю, чем это все закончится, потому что это непонятно, но он настолько, ну, как бы для меня сейчас сложный, что мне приходится вот составлять даже план хотя бы для того, чтобы я вообще понимала, что там происходит и в какой голове у меня что, потому что если я что-то меняю в одно, мне надо, разумеется, там в других поменять, например, у меня там что-то. Ну, короче, то есть без плана мне вообще никуда. Даже если это план, я как-то составила уже постфактум. Вот. И, разумеется, с организационной какой-то точки зрения, наверное, это гораздо удобнее так делать. Но я бы, наверное, вот пометуя о своем опыте написания вот этого первого драфта, когда я сначала составила план, так случайно получилось, я просто была на занятии, где, значит, преподаватель сказала, а теперь вы все составьте планы своих еще не написанных романов. Я взяла и составила план. Но он мне понравился, я потом по нему написала целый драфт. Но получилось как-то очень механически. Мне самой не понравилось. Я подумала, наверное, это не для меня. Может быть, надо как-то, надо как-то, ну, каким-то образом настроить себя на такое состояние, когда ты план держишь в голове, но он для тебя вообще не является никаким незаконным, ничем, ну, некий блюпринт, но который можно игнорировать. Да, вот. Ну, чтобы быть гибким, потому что часто бывает так, что твои герои тебе подсказывают, что, то есть они сами действуют, помимо твоей собственной воли. Разумеется, я понимаю, что это мой мозг, ими управляет, а вовсе там не какое-то божественное, значит, вдохновение, но тем не менее. Я сама очень-очень люблю эти моменты, когда я не специально что-то придумываю, оно вот само придумывается вдруг в процессе. Это, ну, это самое вообще классное, что можно испытать, мне кажется, как писателю. То есть это самые какие-то адреналиновые классные моменты, когда люди, которых ты придумал, они начинают действовать по собственной вообще воле, может быть, вопреки твоей, как автора. Вот. Поэтому я считаю, как бы, если так резюмировать, нужен план, нужен ли план, я считаю, что каждый решает для себя. Можно попробовать и без плана, и с планом. Ну, как бы, мы же никуда не спешим, правда же? Вот. Поэтому, ну, можно попробовать всякое. Ну, и, соответственно, как его составить? Можно составить еще до того, как ты напишешь первую строчку, да, например, придумать героев. Я знаю, что так люди делают, и даже очень профессиональные. Сначала годами думают над романом, значит, вообще не записав еще ни слова, там, придумывают героев и так далее, какие-то коллизии. И только потом записывают и оформляют это, например, в план. А потом уже пишут таким потоком. Наверное, я бы так не могла, для меня это не работает. Скорее, я бы сделала так, вот как у меня получилось с романом, над которым я сейчас работаю. Я сначала написала несколько глав, они как бы сами написались. Я еще не знала, что это будет, о чем. Герой у меня главный придумался сам как-то по себе. И потом, когда у меня уже было какое-то, ну, вот, по крайней мере, понимание, что происходит, с кем и где, я уже сумела, естественно, составить план и потом ему следовать. Может быть, вот это ваш путь. Затем, как найти свой стиль? Опять-таки, я сама свой стиль никогда не искала, вообще не знаю, даже есть он у меня, возможно, и нету никакого у меня стиля. Но просто это тоже вопрос, с которым я сталкиваюсь, поэтому я решила его здесь написать и попробовать на него ответить. Я отвечу не своими словами, а сворованными словами. Ну, не совсем сворованными, конечно, потому что они как бы просто из контекста пришли. Просто я много общаюсь с другими писателями и вот там по учебе, и просто дружу с кем-то, читаю какие-то интервью, ухожу на какие-то встречи и просто слышу, впитываю, что люди говорят. Разумеется, говорят, что надо много читать. Под этим я готова подписаться, естественно. Я вообще, честно говоря, за два года последних посмотрела, может быть, четыре фильма, например, и, может быть, один сериал и четыре фильма, которые я посмотрела, их посмотрела в самолете. Вот. А так я не смотрю. Ну, потому что у меня не так много времени, и я все время читаю книжки. То есть мне жалко, я очень люблю кино, очень люблю сериалы и мечтаю когда-нибудь смотреть, вот. Но всякие… У меня столько книжек, которые я хочу прочитать, что я всякий раз выбираю книжки, а не сериалы и кино. Вот. И когда вы читаете, ваше обучение писательское происходит даже помимо вашей воли. Я абсолютно в этом уверена. Но можно, возвращаясь к своему стилю, можно этот процесс поставить, как сказать, можно его контролировать, то есть можно его сделать более сознательным. Например, наверное, у всякого человека есть авторы, которым больше всего нравится. Их можно тупо копировать. Во-первых, их можно читать очень много, и можно просто разбирать, как устроен, например, их текст со всех точек зрения, как бы там, о композиции и так далее. Ну, например, если мы говорим о языке, то есть на уровне предложения, как это работает. Есть даже такая техника, когда, например, берешь книжку своего любимого автора и, например, берешь предложение этого автора и переписываешь его своими словами. То есть стараешься подражать, например, структуре этого предложения, но слова меняешь на синонимы, может быть, немножко смысл там изменяешь. Но если это делать механически и долго, говорят, я не пробовала, это, кстати, очень любопытная техника, может, надо попробовать, говорят, что можно научиться подражать, например, любому практически писателю. Вот. Разумеется, это займет огромное количество времени. Например, я не уверена, что если так научиться писать, ну, нет, я уверена, что потом это станет автоматическим, например, и у вас получится писать, как ваш любимый автор, вы уже сможете без всяких подсказок потом как бы шпарить вот таким же образом. Может быть, это немножко искусственно звучит, но это вот есть такая техника, действительно. Если очень хочется писать, как на боков, в принципе, ничего невозможного нет. У меня, например, есть однокурсник, совсем молодой мальчик, ему, я не знаю точно сколько лет, но он, кажется, младше моего сына, которому 25. Мальчик совершенно блестящий, и он пишет, он американец, Бейли его зовут, он пишет реально как на боков, вот прям, ну, как будто вот это один и тот же человек. Я, кстати, его ни разу не спрашивала, ну, разумеется, по-английски, не по-русски, я ни разу его не спрашивала, вот подражал ли он специально. У него есть, я читала там первый драфт его романа, который написан не Набоковым, ну, никак не в стиле Набокова, но в стиле очень-очень старомодном, таком многословном, напоминающем даже, может быть, романы 19 века. Как он это делает, я понятия не имею. И, но понятно, что это не единственная техника, которую он владеет, потому что я, например, читала также его рассказ, который написан а-ля Хемингурии, например, то есть очень минималистично, как бы вообще там ничего нету, один какой-то костяк, вообще нет каких-то вот этих красивостей, которыми он славится. то есть вот так, человек умеет. Значит, и, ну, вот это вот один из способов найти, например, свой стиль. Другой вопрос, это уже такой философский, насколько его тогда можно будет назвать вашим, если вы его как бы немножко скоммуниздили где-то. Но если вы его сделаете своим, то почему нет? Вообще я уверена, что нет, про это вообще, кстати, очень много написано, это я вот сейчас такая начинаю вспоминать походу, что очень многие, не только писатели, а музыканты и так далее, они вообще начинают с того, что они подражают, режиссеры и так далее. Но потом, если человек на самом деле талантливый, это перерастает уже во что-то другое, во что-то очень свое, во что-то новое. И я вот, например, кстати говоря, только что прочла огромный том на английском, значит, изданный писем Чайковского, ну там, к разным, значит, корреспондентам его, к братьям, к вот этой вот знаменитой женщине, которая его спонсировала, там такая была, значит, богатая особа, которая очень любила его музыку, она фактически просто содержала Чайковского, чтобы он не отвлекался на там преподавание, всякую ерунду, значит, писал свои гениальные произведения. И вот меня поразило то, во-первых, с какой интенсивностью Чайковский работал. Ну, он работал реально по несколько часов, по восемь, по девять часов в день. Он страдал, когда он не работал. И он работал с какой-то сумасшедшей совершенно концентрацией. И все, значит, новинки музыкальные, которые выходили, потому что в то же самое время, когда он работал, значит, работало огромное количество гениальных и русских, и европейских композиторов, и он изучал их ноты, он сам играл, значит, на рояле все их произведения, и он очень-очень подробно разбирал, как устроены произведения его, будем говорить, соперников, хотя он их так не воспринимал. То есть он был совершенно неревнивый человек, он искренне восхищался тем, что ему нравится, он никогда не предпринимал попыток продвигать свое творчество. То есть это какой-то идеал творца в моем понимании. Но меня вот поразило то, насколько он подробно изучал всю музыку, которая вот выходила. И в том числе еще до того, как он родился, он, естественно, и старую какую-то музыку, но очень его интересовало все новое. Ходил, разумеется, слушал оперы, на концерты и так далее, то есть это его полностью поглощало. Поэтому я хочу сказать, что это очень легитимный способ, это не то, что вы воруете. Значит, пятое. Как насчет редактура, нужна ли она? Я, значит, сталкивалась с огромным количеством подходов. Я знаю людей, которые не редактируют свои тексты вовсе. Некоторые из этих людей, они просто гении, то есть они так пишут, что редактировать ничего не надо. Я к ним абсолютно точно не принадлежу. Есть люди, которые пишут текст, ну, он все равно очень чистый, это как бы не черновик, это уже финальный текст, потом работают, например, над ним с редактором. Вот, но в принципе, вот, например, в Америке очень принята такая модель, и я к ней уже как-то сердцем приросла заранее, что над текстами надо работать много и долго, что в первом драфте можно позволить себе все что угодно, любые там ошибки, помарки вообще, ну, неточности, да все что угодно, какие-то некрасивые там предложения и так далее. Главное в первом драфте наработать, ну, вот, какую-то канву, какой-то объем и так далее. А потом уже можно подробно работать над другими вещами. И вообще я встречала очень много свидетельств, ну, каких-то, когда-либо, письменных, да, когда люди говорят об этом в интервью, в письмах там и так далее, или просто в разговорах на это ссылаются. В общем, есть такое мнение, популярное очень, что чем больше работаешь над текстом, чем больше подходов редактуры ты делаешь, то тем лучше становится текст, и тем он становится в конечном итоге, сейчас попробую сформулировать, более легким, хотя казалось бы, как-то может, да, то есть у нас у всех, наверное, у тех, кто работает над текстом, есть такой опыт, когда ты уже редактируешь и редактируешь, и что-то текст получается такой уже какой-то натурный, такой какой-то дурацкий, перегруженный, но это просто вот, видимо, неудачное стечение обстоятельств, а вообще-то в идеале, когда чем больше ты работаешь над текстом, тем более он становится легким, таким воздушным, и производит впечатление написанного вот как бы в потоке одним махом, вот, и в Америке, например, этот подход очень распространен, в частности, моя подруга Джулия, с которой мы вчера гуляли, я ее спросила просто, как у нее там дела вот с ее новым романом, какой у нее таймлайн, потому что она там хочет, значит, у нее какие-то свои семейные планы, она себе, значит, какой-то построила такой план по месяцам, где у нее, значит, семейные, где она там роман сдает в издательство и так далее, и так далее, и вот она мне, например, сказала, ну, я думаю, что у меня будет где-то 30 драфтов, 30 драфтов романа, понимаете, сейчас она вот на первом работает, то есть она вот там собирается в этом месяце закончить, вот, а потом она собирается 30 раз переписать его, ну, он у нее, к счастью, как я уже сказала, не очень длинный, это не означает, что он там каждое слово поменяет, разумеется, но она вот сделает к нему 30 подходов, и меня, сейчас я к этому совершенно уже привыкла, а вообще-то сначала, когда я только переехала в Америку, начала слышать такие, как бы, вещи, меня это, конечно, ну, это меня потрясало просто, что люди заранее готовы такое количество вот времени тратить на свои тексты и добивать их вот до того момента, пока, ну, пока можно, пока текст не станет наилучшей версии себя, вот, поэтому я большой, как сказать, большой, это я пыталась сейчас с английского перевести, ничего не вышло, значит, я очень верю, я хотела сказать big believer, да, большой верователь, ну, ничего не получается в русском языке так, вот, значит, я очень-очень верю в силу редактуры, в то, что ее должно быть много, нет, разумеется, если у вас получился с первого подхода гениальный текст, пожалуйста, не редактируйте, но, вообще-то, редактировать нужно, как мне кажется, и редактировать нужно до того момента, когда вы почувствуете, что этот текст стал наилучшим из возможных, что дальше вы уже, наверное, ничего не сможете сделать, и, конечно же, я считаю, что на текст должны смотреть другие люди, помимо вас, и давать вам фидбэк, это просто обязательно, потому что очень часто автор, ну, не видит каких-то вещей, даже самых копиющих в своем тексте, вот, а, вот я уже сама плавно перешла, даже не взглянув на пункт 6, как я пойму, что мой текст готов, вот, видимо, ну, как бы все это логично друг из друга вытекает, значит, вот, когда вы поймете, что вы больше ничего не можете сделать, вы даете посмотреть другим людям, лучше, конечно, профессионалам, есть редакторы, которых можно нанять за деньги, и в Америке это супер распространенная практика, вот, даже Джулия, моя подруга, она этим зарабатывает, в том числе, она преподает, и она еще берет текст, почти у каждого писателя, ну, который готов на это тратить время свое, значит, на сайте написано, что обращайтесь, вот мой мейл, я занимаюсь редактурой, то есть вы можете к любому писателю обратиться, он вам назовет свой ценник, и вы можете послать ему манускрипт свой, и человек поможет вам его редактировать, ну, как бы, наверное, у каждого свои условия, в том смысле, что кто-то будет по словам вам там что-то менять, кто-то просто даст какой-то глобальный фидбэк, скажет, что там такого персонажа убрать, например, там, или еще что-то, то переписать, все переписать, то есть, как бы, у всех, наверное, разный уровень вовлеченности, ну, и, соответственно, от него будет зависеть и ценник тоже, но в любом случае это возможно, я знаю, что в России такое тоже есть, вот, и последний вопрос, как его опубликовать, и опять-таки написала его, потому что очень часто спрашивают, очень часто задают вопрос, вот, и я не очень много про это знаю, потому что у меня есть литературный агент в России, в Америке пока нет, потому что здесь к агенту не имеет смысла никакого совершенно обращаться, пока нет готовой рукописи, пока рукописи не готовы, никто не будет с вами разговаривать, хотя бывает, например, такое, что если ваш какой-то рассказ опубликуют, ну, например, в Нью-Йорке, как произошло с Кристиной Рупинян, да, и знаменитым ее рассказом Cat Person, который стал вирусным, у него там несколько миллионов просмотров, и к ней, разумеется, тут же подкатили агента и сказали, я хочу вас представлять, вот, но это тоже не всегда здорово, я, по-моему, про эту историю уже рассказывала, потому что агент-то к ней подкатил, значит, она с ним заключила договор, выпустила сборник рассказов, которые, ну, очевидно, ее немножко продавили, потому что пока еще, как бы, ее имя было на слуху, всем хотелось, значит, опубликовать ее книжку, срубить денег на этом, разумеется, вот, но это ей не пошло на пользу, как мне кажется, потому что рассказы были очень неровные, в принципе, кроме Cat Person, там особенно читать нечего было, и поэтому я считаю, что это, ну, для нее было не очень хорошо, но я к тому, что бывает и такое, что вы опубликуете какой-то маленький текстик, он настолько всем нравится, что агенты подбаливают сами, но это исключение, а не правило, вот, а в России, значит, ну вот, из способов, которые знаю я, значит, это найти литературного агента, к сожалению, их не так много, и сейчас на рынке, в общем-то, царит какая-то суматоха, да, на книжном в России, поэтому, может быть, все будет еще хуже, но надеемся, что это только временное явление, вот, а можно обращаться, разумеется, напрямую к издательствам, у них есть, они читают суматек, почти все из них, насколько я знаю, разумеется, это займет довольно долгое время, а вот способ, который я порекомендовала, да, найти редактора, например, за деньги, мне кажется, тоже жизнеспособный, то есть, например, вы находите редактора, который работает в каком-то издательстве, в московском, например, да, платите этому редактору за то, чтобы он привел, привел вашу рукопись в порядок, и этот же, собственно, редактор, если он работает, например, там, в издательстве Елены Шубиной, ну, к примеру, я просто не знаю, конкретные редакторы занимаются этим или нет, и, разумеется, этот редактор уже, по сути, прочитал ваш роман и может порекомендовать его к изданию, мне кажется, это прекрасный способ, вот, работающий, это как бы между первым и вторым, да, то есть между тем, чтобы найти себе литературного агента, потому что те литературные агенты, их очень мало на российском рынке, они абсолютно завалены рукописи, например, мой агент Юля Гумен, я ей прислала несколько месяцев назад рукопись своего очень хорошего друга, причем это роман уже изданный, на другом языке, он уже там даже какие-то премии срубил, то есть, ну, казалось бы, то есть, вот, бери и издавай, и она много месяцев не могла его прочитать, потому что у него просто нет времени, то есть такой огромный, огромный идет поток рукописей, вот, все, разумеется, там, авторы каких-то друзей своих рекомендуют, они сами что-то пишут, всегда новое, и так далее, вот, и вот есть способ, как бы, самотеком отправить свою рукопись куда-то в издательство, и мне кажется, как бы, между этими, вот, как бы, такая, да, способ, который я предложила, это найти себе редактора, заплатить ему деньги, потому что, ну, бесплатно никто не согласится это делать, скорее всего, вот, и этот же самый редактор сможет ваш текст потом куда-то предложить, вот, это, наверное, такая вот, была заключительная часть моей лекции, а теперь можно, наверное, к Лене, да, чтобы она... прости, можно я вмешаюсь, чтобы не прокомментировать последние слова по поводу, где публиковать, разрешите, пожалуйста, поделиться нашим опытом, Бэнд, к сожалению, редакторы издательств не читают рукописи таким образом, я знаю, достоверно, мы работаем с 11 издательствами, в Бэнд уже многие годы, потому что, во-первых, у них есть свой объем текстов, которые они должны прочитать за свою зарплату, у них есть самотек, который они читают, я знаю, что в крупных издательствах чтение самотека до полутора лет, и они не дают никакой обратной связи, и еще есть такое, как бы, негласное правило, что редакторы не очень любят брать такие рукописи в работу, поскольку они как бы обязаны потом куда-то и пристраивать, и я здесь очень хотела бы соговорить, здесь, возможно, такая разница рынка русского-американского, но, смотрите, я знаю то, совершенно достоверно, что абсолютно все лонглисты любых литературных премий, будь то премия лицей, молодежная премия, будь то лучшие рассказы, лучшие романы, курсов Бэнд, будь то какой-то другой школе, я знаю достоверно, что редакторы издательств, вот лучшие тексты всегда читают, когда им их кто-то рекомендует, поэтому, Светлана, абсолютно права, что если есть агент, но с агентами очень сложно, но они есть, хорошо, если есть возможность через школу зайти к издательству, тоже хорошо, но самостоятельно, я просто предостерегаю от какого-то очень сильного разочарования и сильного отвержения, люди творчески уязвимы, будьте здесь осторожны, будьте здесь аккуратны, Света, огромное спасибо тебе за такую плотность информации по лекции, я напомню, что Светлана наш спикер на курсе, как написали роман, он будет с 25 мая, как раз мы пишем там синопсис романа, пишем первую главу 40 тысяч знаков, выходим на письмо с издательствами, и для тех, кому это актуально, пожалуйста, приходите, это будет интересно. Мы подготовили для вас еще список из 10 романов, которые Светлана рекомендует, я попросила ее прокомментировать, почему нам было эти романы. Мне самой искренне интересно, поскольку, когда я знакомилась со списками, я поняла, что половину из них я, увы, не читала. Поэтому, Светлана, тебе слово. Снова тебе слово. Да, я забыла на самом деле про список литературы, который сама же и написала. Ну, насчет «Мертвых душ» Гоголя, наверное, может быть, даже не стоит объяснять, потому что всем понятно, что это абсолютно гениальное произведение, которое, не знаю, я его перечитываю, наверное, ну, каждые два года, как минимум. И несмотря на то, что я его почти наизусть знаю, я все время смеюсь, потому что юмор Гоголя таков, что я не знаю, то есть даже когда знаешь шутки наизусть, они все равно смешные. Ну, это вот для меня так это работает. То есть там глубина вообще его, как бы, не знаю, там взгляда вообще на Россию, как вообще все это работает, знание человеческой природы и вот этот вот самый юмор, ну, совершенно бесподобное произведение, и мне кажется, им можно вдохновляться. Вот насчет «Мелкого беса» с Сологуба я сталкиваюсь с тем, что мало кто про него знает, хотя это произведение русской классики. Разумеется, он немножко попозже, чем Гоголь, намного позже, то есть он его написал в начале, кажется, 20 века или в конце самом, или на стыке веков, значит, 19-20, уже забыла. Вот, и это произведение о русской провинции, значит, там «Мелкий бес» это, в общем-то, такой учитель Передонов, учитель гимназии, который абсолютно, значит, отрицательный персонаж. он отрицательный для того, что когда это читаешь, значит, тебе просто вот вообще все внутри кипит, его хочется там убить, я не знаю, просто что сделать, и совершенно непонятно, да, как он вообще существует в мире. И тоже, значит, Сологуб настолько детально, настолько здорово показывает вообще нравы этой самой российской провинции на стыке веков, что захватывает дух. Я просто не буду больше рассказывать, потому что не спойлерить, потому что иначе я расскажу сюжет, и чем там все заканчивается. Но там совершенно еще головокружительные повороты сюжета. Надо сказать, что там не только, естественно, этот отрицательный персонаж, там есть и положительный, потому что без этого, наверное, роман бы не сработал. Довольно трудно, да, вынести такого персонажа и прочитать про него целый роман. Вот. «Зависть Юрия Олеши» тоже, наверное, многие знают. Это один, как мне кажется, вообще из лучших романов в русской литературе. Он совершенно бесподобно написан. Вот если говорить о стиле, то стиль Юрия Олеши неподражаемый, но ему как раз и хочется подражать, так между нами, говоря. Вот. Я еще очень люблю, помимо «Зависти», его дневники, которые, кажется, называются «Голубая книга». Я могу что-то путать, но мне кажется, они так и называются. То есть тоже великолепно, совершенно написано. Вот. А дальше уже такие менее известные, наверное, для русского читателя книжки. «Флейшман в беде» написала «Тэффи Бродессер Акнер». Это книжка сравнительно новая, то есть, может быть, года три назад она вышла. Может быть, год назад ее перевели на русский. В издательстве «Миф», я знаю, она вышла. и «Тэффи», она, как я, журналисткой была очень долгое время, она работала в GQ, редактором по интервью, писала такие большие фичеры про знаменитых людей. И, значит, ну, она потрясающе и бойко пишет очень. И ее роман, этот «Флейшман», очень интересно устроен. Вообще-то, он про вот этого самого Тоби Флейшмана, который заявлен на названии. Он очень успешный врач в Манхэттене, в одной из крупнейших больниц, с огромной, совершенной зарплатой. Но, что интересно, его жена гораздо успешнее, чем он. У нее свое агентство творческое, актерское, кажется. И она зарабатывает просто миллионы. И, соответственно, они вращаются в среде супербогатых людей в Нью-Йорке. И он на этом фоне чувствует себя практически нищим, совершенно неоцененным. Жена его унижает. И в таком духе. Ну, как бы, очень интересный взгляд вообще на то, как люди живут. И тоже психологически очень-очень достоверно. То есть она показывает, как брак Тоби, вот этой вот его жены, не помню, как ее звать, как он разваливается. Она предстает совершеннейшей, значит, сукой. Но потом, значит, где-то после двух третий, роман совершает такой кувырок. Я не буду опять спойлерить. И мы вдруг внезапно понимаем, во-первых, кто пишет этот роман. То есть это оказывается не какой-то там наратор безымянный. А мы узнаем, кто вообще, как бы, от чего лица ведется рассказ. Потом узнаем еще и точку зрения вот жены опосредованно. И понимаем, что там не все так просто вообще-то говоря. В общем, очень интересный со всех точек зрения роман. Значит, благоволительница Джонатана Литтелла, я про него, кажется, вообще все время говорю, там, в каждой лекции, в каждой, когда мне дают, значит, право голоса. Но это тоже, мне кажется, гениальный роман, огромный, там, больше тысячи страниц, который написал, значит, французско-американский автор. Он написан от лица офицера СС, который во Вторую мировую войну, значит, участвовал там в массовых казнях и так далее, в разных, в разных, значит, ну, страшных, страшных совершенно событиях, убивал людей, там еще всякие перверсии описываются и так далее. Но этот роман, ну, я считаю, это шедевр, потому что он написан таким образом, что, во-первых, он там потрясающая проработка деталей, просто потрясающая, то есть это лучше всякого кино. Он абсолютно исторически достоверный, то есть там очень много фактов, там, и передвижение войск, там, всякие битвы, там, я не знаю, много географии, там, это все, значит, это офицер СС, он там проходит, значит, по России вместе с этой фашистской армией, вот. И это все достоверно, потому что это Джонатан Литтелл, он проделал огромное количество ресерча, чуть ли не 10 лет, по-моему, делал ресерч, а роман, как он говорил в интервью, написал за несколько недель. Я, честно говоря, совершенно не понимаю, как это может быть, но очевидно, может. Или он врет, ну, не знаю. вот, ну, и кроме того, чем еще интересен от романа, тем, что тебя так это затягивает, что ты начинаешь сопереживать, казалось бы, монстру, да, вот, ну, если офицер СС, это вот главный герой, и он от первого лица рассказывает о том, что происходит. Во-первых, сначала он, конечно, никакой не офицер СС, он просто, значит, юноша в Берлине, который, значит, там, не буду тоже спойлерить, из-за того, что он в такую очень неприятную ситуацию попадает, ему приходится вступить в вот эту партию национал-демократическую, потом стать вот этим функционером каким-то, потом бы на фронт, то есть он постепенно, постепенно, вообще-то очень интересный, рафинированный, вообще очень образованный человек, с ним приятно быть вместе на протяжении вот такого количества страниц. И Литтел просто показывает, как такой человек постепенно может превратиться в монстра. По сути, как я понимаю это послание, каждый из нас может стать монстром, да, то есть мы все говорим, что, ой, это невозможно, там, да, я не могу, например, себе представить, что я убью кого-то, но, наверное, обстоятельства иногда могут повернуться так, что каждый из нас становится способен на это. В данной, как бы, ситуации это очень актуальная книга, как мне кажется. Вот. Лишь Эндрю Шона Грира, по-моему, он выиграл Пулицерскую премию несколько лет назад с этой книжкой. Она совершенно в другом ключе. Это такая, можно даже сказать, легкомысленная книжка, очень приятная, очень легкая, очень смешная, там, полная всяких шуток. Значит, рассказывает о, Лишь, это вообще фамилия главного героя, значит, он писатель, и там такой, значит, завязка такая, что он гей, у него, значит, был молодой любовник, который выходит замуж за совершенно другого человека. И чтобы не попасть к ним на свадьбу, чтобы иметь предлог не пойти туда, значит, этот Лишь принимает вдруг внезапно все предложения, которые ему пришли по почте. Там, поехать в Италию на вручение каких-то там писательских премий, поехать в Японию, там, писать про чайную церемонию. И, в общем, пускается в такую путешествие длиной в год по всему земному шару. И с ним происходят всякие смешные приключения по ходу пьесы. Потрясающе совершенно книжка, она полна там, полна наблюдений за тоже разными людьми, там, ситуациями и так далее. Ну, и поскольку он писатель, это тоже, конечно, интересно посмотреть, как это все работает. Затем «Цена нелюбви» Лайнел Шрайвер. Лайнел Шрайвер – такая американская писательница с мужским именем, значит, которая сейчас живет в Великобритании по каким-то своим причинам. И она, ну, вообще очень продуктивная, у нее масса разных романов, я несколько из них читала. Вот «Цена нелюбви», наверное, самый-самый ее известный. Есть такой фильм «Давай поговорим о Кевине». Это снят по этой книжке, значит, с Тильдой Суинтон и Эзрой Миллером, кажется, да, в главной роли, когда он еще подростком был. Ну, потрясающе. Я смотрела и фильмы, и книгу читала. Они оба потрясающие, оба этих произведения искусства потрясающие. Вот. И, значит, не знаю, стоит ли опять-таки спойлерить, там завязка такая, значит, у матери, может быть, что-то не так с Кевином, да, вот кто-то подсказывает. Ну, просто по-английски она называется «Let's talk about Kevin». И, по-моему, фильм и книжка так называются по-английски. В общем, суть в том, что у матери рождается ребенок, судя по всему, социопат. Она сначала об этом не знает, она просто понимает, что она его не любит, и она потом будет всю книжку терзаться, произошло ли то, что произошло, из-за того, что она его не любила вообще изначально. И он оказывается, значит, убийцей. Этот ребенок, вот, он убивает ее мужа и маленькую дочку в результате. Вот. Значит, «Идиот» Элиф Батуман. Элиф Батуман – это американская писательница турецкого происхождения, очень известная. Она и журналистка тоже, то есть в Нью-Йорке, например, она долгое время там работала, огромное количество ее разных статей, которые все, все абсолютно потрясающие. Сейчас она преподает литературное творчество, насколько я знаю, в Барух-колледже, который принадлежит к тому же, значит, университету. Есть огромная такая сеть университетов, называется Кьюни, City University of New York. Значит, это самая большая сеть университетов в Америке. Вот, собственно, Бруклин-колледж, в котором я учусь, он тоже к этой сети принадлежит. И вот она преподает, кажется, в программе Барух-колледжа. И «Идиот» – это ее, насколько я помню, первый роман, который, в общем-то, автобиографический. Она, кажется, закончила Гарвард, если я все правильно помню. И вот она просто описала себя, 18-летнюю, как она учится в Гарварде, чувствует себя какой-то белой вороной там. Ну и, казалось бы, то есть это такой очень интересный роман в том смысле, что когда про него рассказываешь, люди такие думают, а что, а что интересного-то вообще? Ну, как бы, кому интересно, там, 18-летняя девушка в Гарварде? Ну, в принципе, так не особенно кому-то, наверное. А он просто очень-очень здорово сделан, и он оказывается совсем не тем, что ты ожидаешь. То есть он, в принципе, нарушает все нормы. Там нет никакого какого-то потрясающего сюжета, хотя он довольно толстый. Ну, там, скорее, просто ее рассуждение о мире, она настолько, Эллиф погружает тебя в мир этой девушки, какой-то очень сложный такой, вот, он такой очень неспешный этот роман, что, ну, не можешь от него оторваться просто. И это только такой эффект, это не только на меня производит этот роман. Например, Джошуа Хенкин, которого я уже упоминала, это директор моей магистратуры писательской, он недавно этот роман тоже упоминал, там, в связи с тем, что у Эллифа выходит сейчас продолжение через несколько месяцев, там, 20 с лишним, кажется, лет спустя, выходит продолжение этого романа. Вот, все его очень ждут. И мы в связи с этим на семинаре начали говорить о Эллиф Баттуман, и Джош сказал такую вещь. Мне, когда рассказали про идиота, и в двух словах рассказали о чем, я решил, что я это читать не буду, мне это вообще неинтересно. И, говорит, много лет я его не читал, а потом прочитал, думаю, какой я сам дурак, ну, то есть вообще, какой классный роман. Вот. Патрик Милроуз, Эдварда Сент-Обина, это на самом деле пять романов в одном, и по нему насколько, или по ним снят сериал. Сериал, да. Я не смотрела сериал, я прочитала все эти пять романов. И они абсолютно великолепные, вот ради стиля даже, только их стоит читать. Кроме того, когда знаешь, что они автобиографичные, то есть, по сути, Эдвард Сент-Обин рассказывает о своей жизни, в которой были такие совершенно потрясающие, там, несчастья, травмы и так далее, то есть, он из очень-очень аристократической британской семьи. И когда видишь, какие там скелеты, да, у них в шкафах, это, конечно, совершенно сносит крышу. Но читать, может быть, стоит не за этим, а вот именно, а, ну, тут надо сделать, конечно, оговорку, я читала по-английски, я не знаю, как они в переводе себя чувствуют, эти романы, но по-английски это совершенно великолепно. Вот у него есть свой стиль, на который хочется равняться. И последнее, это «A Visit from the Gun Squad», я поискала, но я не увидела, чтобы он был переведен на русский, очень жалко. Потому что, на мой взгляд, Дженнифер Иган, это, ну, самая, наверное, талантливая писательница, которая вообще сейчас работает, вот из современных. В принципе, у нее сейчас тоже выходит новый роман, насколько я знаю. И она, помимо того, что ее книги суперреалистичные, вообще они там наполнены психологическими такими, ну, какими-то наблюдениями очень острыми. Она знает людей, вот просто наизнанку их выворачивает. При этом она экспериментирует с формой. То есть, каждый ее роман вот вообще не похож на предыдущий. Например, вот этот, «A Visit from the Gun Squad», это роман в рассказах. То есть, это серия рассказов, которые между собой связаны. И они каждый просто срывают крышу. Ну, вот честно. Там есть и рассказы, которые написаны, абсолютно традиционно. Есть, например, рассказ о Фаре, в котором много персонажей. Это очень трудно сделать. Я больше не видела, чтобы кто-то еще это сделал. У нее точка зрения как бы переходит от одного к другому. То есть, там может быть в рамках вот одного пассажа, одного параграфа, сначала, значит, мы в голове мальчика, потом мы тут же в голове его сестры. В следующем параграфе мы в голове их отца и так далее. Так это прыгает. И это настолько сделано безукоризненно, что, ну, ты читаешь, как будто это самая естественная вещь на свете. А это сделать почти невозможно. В реальности вот вы попробуете. Ну, просто. Потом, например, один из этих рассказов, он вообще сделан в формате презентации в PowerPoint. Вот серьезно. Ты открываешь там, долистываешь до очередного рассказа, у тебя, значит, глаза вываливаются туда на страницу, потому что там какие-то графики, немножко там что-то написано. И ты начинаешь их читать, эти графики, и они складываются в абсолютно ну, как бы понятный сюжет. И потом ты закрываешь это и думаешь, господи, а как это вообще сделано? То есть, ну, абсолютно непонятно. Она, кстати, тоже получила, насколько я помню, пульцарскую премию за этот свой роман. Вот, поэтому я посчитала, невозможно его сюда не включить, но тут остается либо читать на английском, либо ждать, пока все-таки кто-то переведет на русский. Светлана, огромное тебе спасибо. Я уже положила себе в корзину, посмотрела, сколько стоит флешмана в беде на лабиринте 1300 рублей. Книжки, конечно, выросли в цене, вдруг ощутимо, но на них стоят драги деньги, потому что про флешмана я не слышала, про Лиш я не слышала, идиота тоже. Огромное спасибо за этот список. Мы почти выбрали время, все. Друзья, если у вас какие-то есть вопросы, буквально два вопроса, давайте зададим на Светлане, чтобы мы зафиналили наш цикл лекций и эту встречу. Напишите, пожалуйста, какие у вас есть вопросы, и мы будем заканчивать. Здесь есть личный вопрос от Нади, она живет тоже в США, и можно ли написать тебе лично, посоветоваться по поводу выбора магистратуры и учебного заведения? Да, да, можно. Попрошу нашего администратора прислать чат сайт Светланы, вот Мария помогает, спасибо большое, сайт Сачкова, Фейсбук, Инстаграм, подписывайтесь, пожалуйста, я думаю, что Светлана ответит на вопросы, здесь нет никаких проблем. Вопрос такой, не с чата и социальной сети, а с чего вы хотите как автор, какие у вас мечты, цели издать громкий роман на английском в Америке, чтобы его перевели на русский язык, либо можете рассказать о том, с чего вы хотите как автор? Ну, я, как сказать, разумеется, наверное, как все писатели, хочу, чтобы меня читали, и поскольку я живу в Америке, конечно же, я хочу сдать роман на английском, и чтобы он тоже получил, ну, какую-то огласку, то есть я не ставлю себе планов по завоеванию мира, вообще, как-то, да, и типа я буду следующим, там, не знаю, Стивеном Кингом, или даже Элиф Баттуман, или так далее, я понимаю, что это довольно сложно, особенно, когда ты приехал, тебе уже хорошо за 40, как ты вот только приехал и пишешь на языке, который для тебя иностранный, разумеется, то есть я не билингва, английский язык для меня иностранный, несмотря на то, что я его хорошо знаю, и пишу свободно, очень, вот, но, то есть я реалист, я к тому, конечно, мне хотелось бы, наверное, славы и денег, но я так далеко не заглядываю, вот, я немножко, как бы себя сдерживаю в этом смысле, для меня, наверное, важно, это самое важное для меня, написать, вот, я пока концентрируюсь не на каком-то далеком будущем, а на будущем более близком, я не знаю, какой у меня таймлайн, пять лет там или что-то, я хочу написать вот этот свой роман, четвертый на английском языке, первый на английском языке, и я хочу, чтобы он был очень хорошим, вот, чтобы я считала его очень хорошим, и чтобы другие люди, которые там, для меня, чье мнение для меня ценно, чтобы они тоже считали его очень хорошим, вот это для меня вообще самое главное, Спасибо. Замечательный вопрос от Виолы. Стоит ли вообще писателю писать роман, чтобы чувствовать себя писателем? И есть ли примеры писателей, успешных, без романов? Есть, конечно. Есть писатели, которые издают только рассказы. Но есть, они правда есть. И у меня даже есть на полке вот сейчас несколько сборников таких людей, которые никогда не писали романы, они пишут только рассказы. Но тут немножко стоит тогда задуматься о рынке. Сборники рассказов все знают. Издать очень-очень трудно. Лучше написать сначала роман, если уж так практически говорить. А потом, когда роман будет издан, уже можно издать и сборник рассказов. То есть очень многие агенты, я знаю, даже не берутся за сборники рассказов. Да, здесь позволь тоже добавлю от себя, поскольку в Энд есть и курсы малой формы по рассказам, и курсы по романам. Вот опять же, мы недавно делали курс такой специальный, рождественский рассказ. Прям целый курс, какой-то рождественский рассказ. У нас был отличный партнер, и у меня был как продюсер такой эпик фейл, тоже был естественный круг, хоть мы в онлайн расскажу. Когда мне наш партнер написал, что ни один рассказ этого курса не соответствовал критерию рождественского. В нем не было духа, духа веры. То есть они новогодние, но они не рождественские. И малая форма сложнее. А романы с ними наоборот. Даже у нас есть какие-то истории, когда романы покупали стопичники в Бенде, когда будут скоро публикации. То есть большая форма, мне кажется, в каком-то смысле чуть-чуть проще. Ну, извините, такое пошлое, может быть, сравнение. Там есть, где развернуться, да, есть куда пойти, где показать свою какую-то масштабность и мощь. Поэтому, да, такие люди есть. Но, правда, рассказы, сборники рассказов издаются намного-намного сложнее. Это абсолютно правда. В Америке такая же история, да? Очень просят рассказать о каких-то твоих инсайтах именно по работе писателя в Америке, по обучению в Америке. Там, не знаю, там три или пять каких-то пунктов, которые у тебя были удивительны, новыми, необычными. Как ты себе это представляла? Скажем, обучение либо работа писателя в Америке, подходы. Что тебя поразило, удивило? Мне кажется, что я их даже уже все назвала, вот пока я сейчас как бы рассказывала попутно, но я их сейчас еще суммирую немножко. Я, кстати, хочу всех, если кому-то это любопытно, отправить на свою бесплатную лекцию, которая тоже висит на сайте Бэнд. Она посвящена именно этому. Да, да, да. А я попросила отправить. Извините, перебью. Можно запросить на сайте, вам пришлют эту лекцию, видео. Она очень-очень классная. Почитайте, посмотрите, там очень мы полно рассказываем. Но, тем не менее, Коль просит, расскажи, пожалуйста, вот там три-пятая. Ну вот, во-первых, меня поразила вот эта готовность американцев к долгой, изнурительной работе. Это, правда, для меня было новостью. Потому что сама я даже немножко сначала этой идеей сопротивлялась. Как роман переписывать 30 раз? Ну, якобы не уверена, что я свой роман готова все-таки 30 раз переписать реально, но несколько раз готова. То есть и мое мышление в этом смысле поменялось. Я уж не знаю, это связано с протестантской этикой знаменитой американской или еще с чем-то, но люди реально готовы работать годами. Они никуда не спешат. Такое ощущение, что у них какое-то, значит, все время мира перед ними лежит. Вот. Второе, что они вот очень практичны, вот в этом своем подходе, вот как моя подруга Джулия, да, что она прям ставит все конкретные цели, она их достигает, она прям по времени все это делает. Она прекрасно знает, как, значит, вообще функционирует книжный рынок, естественно. То есть, ну, как бы, то есть мало эзотерики, очень много практичности, да, как, в принципе, все в Америке работает. Вот. И что еще меня поразило? Меня поразило то, что писатели создают себе комьюнити. Вот я пока жила в России, у меня этого не было. Может быть, это просто мой опыт, и я такая какая-то дурочка или там застенчивая или еще что-то. У меня не было никогда друзей писателей. И даже с моей подругой Марины Степновой, с которой мы дружим 20 с лишним лет, мы никогда не читали тексты друг друга, никогда никакой фидбэк не давали. Ну, просто вот там существовали как-то вместе, просто подружески общались. А здесь писатели, во-первых, огромное количество вот какой-то щедрости, они готовы помочь тебе всегда, они друг друга поддерживают. Ну, вот это правда, я это вижу просто вообще. Значит, все состоят в каких-то писательских группах. И вот я сейчас как раз задумываюсь о том, что вот я закончила свою программу, а мне хочется и дальше, мне хочется эту группу поддержки, этих людей, которые будут мне какие-то советы давать, читать мои тексты. Я сама готова вот это свое время на это выделять. И практически каждый писатель, у которого я знаю, никто не пишет в одиночестве. У всех есть какая-то своя писательская группа, которая встречается регулярно, причем в разных форматах. Например, моя подруга Джулия очень смешно вчера рассказала, что у нее есть группа по типу семинара, вот моего, как в моей магистратуре, где люди раз в месяц, допустим, сдают тексты, и потом все их обсуждают, например, очень подробно, дают фидбэк друг другу. А есть, например, такая группа, где текстами вообще не обмениваются, тем не менее она существует уже много лет. Они просто пишут, например, в общий чат, ой, из-за пандемии, там, например, у меня депрессия, ничего не пишется, а все пишут, ты это сделаешь, ты молодец, все будет хорошо. Ну, то есть такая как бы, она говорит, мы даже смеялись над этим, она говорит, ну, ты знаешь, это все равно работает, вот даже вот такое. То есть, ну, просто смешно, вот эта поддержка, она была для меня новостью. Боже мой, хочу такой чат. Ты знаешь, я сегодня правильно думала о тему, что мне нужен чат, чтобы, я все хочу выучиться на права, в общем, я не вожу машину, я все откладываю, откладываю, откладываю. Кто, с вами Лена, ты должна пойти на этой неделе, найти пять автошкол, да, зайдет себе инструктора, да, может мне сделать такой чат, где мы друга поддерживали на то, что мы не можем сделать. Слушай, ты мне еще подарила сегодня одну идею, немножко бизнес-идею, благодаря этой лекции, я отдельно тебе это признательна, и пока не хочу поделиться, а потом расскажу. Ну, по-моему, я должна подсудить со своим коллективом одну очень интересную вещь, которую в бэнд нужно включить. Светлана, огромное тебе спасибо. Мы будем заканчивать. Единственное спрошу от Умы. Поскольку я знаю, что Ума пишет роман, и она его напишет, сто процентов, сколько времени у вас уходило на каждый роман? Была ли заметная разница в сроках? Может быть, один шел роман сложно, другой легко. От чего это зависит? Я так понимаю, что именно время написания. Один рождается, не знаю, за полгода, а второй мучительно идет пять лет. Как у тебя со временем и роман? Сколько ты уделяешь времени на подготовку ресерч и на непосредственно техническое написание? У меня ресерча никакого никогда не бывает, разве только в процессе. Потому что я не пишу, например, исторические романы, где надо какую-то фактуру сначала набирать. То есть я пишу просто из жизни. Но время написания зависит только от одного. Чем еще я занимаюсь параллельно? Например, мой роман «Люди и птицы», который вышел в 2020 году. Мой русскоязычный роман, вот третий, которым я больше всего горжусь. Потому что первые два вышли 20-15 лет назад, соответственно. Я уже не готова поручиться, допустим, за их качество. А «Люди и птицы», конечно, безумно люблю. Всем советую прочитать. Всем советую прочитать. Ну, его хвалили, да, была очень хорошая пресса и так далее. Но он у меня занял, может быть, 10 лет. Но это было связано не с самим романом, не то, что он как-то трудно давался или что. А просто я, ну, с моей жизнью, я ему уделяла очень малое количество времени. И сейчас я за это себя корю, потому что я могла за это время, например, три романа написать. Я работала как сумасшедшая, работала там по 18 часов в день. Я воспитывала сына. Иногда я была одна, я была мать-одиночка. У меня была довольно трудная жизнь. У меня были там личные драмы, смерти и так далее. Не буду сдаваться в подробности. Бывали периоды, когда вот там, например, если случалась какая-то трагедия, я год или два вообще не писала, например. То есть вот такое даже. То есть реально не строчки. Ну, потому что просто раз и как бы не могла больше. То есть только поэтому. Потому что я уделяла этому своему роману, может быть, там, один час в две недели. Я правда вот так вот. То есть я сначала занималась работой, семьей, ну, всем, что у меня там происходило. И вдруг, если у меня оказывался один час на выходных, например, то я уделяла роману. А сейчас я, конечно, жалею, потому что мне кажется все-таки, что литература должна быть, ну, для меня, приоритетом. И вот сейчас я могу точно сказать, что сейчас это для меня приоритет. Я надеюсь, что у меня все просто побыстрее будет. Только от этого. Ой, спасибо. Светлана, давай завершать, потому что безумно интересный разговор. И нужно уметь поставить на точку, чтобы немножко как будто бы не хватило. Как в хорошем ресторане. Что мы не объедем, а немножечко-немножечко не хватило нам, не доехали. Да, там вот еще хочется десерта. Друзья, еще раз скажу, что Светлана, наш постоянный спикер на несколько курсов в БЭМ, где нас ждет вебинар в рамках образовательного курса. У нас 25 мая будет новый курс, который будет писать роман. Приглашаю тех, кто хочет попробовать, кто хочет попытаться это сделать и сделать это. Светлана там завершает у нас цикл лекций, тоже у меня финальная лекция. Света, сегодня мы, опять же, так получилось, что круг сделан, цикл «Сила слова», мы его тоже закрываем. Я очень благодарна тебе, что подкликнулась на нашу просьбу прийти, бесплатно уделить время, подготовить материал, рассказать страстно, сердечно. Очень тебе благодарна. И скажи, пожалуйста, какие слова напутствия авторам начинающим, продолжающим, те, кто в себе сомневается, кто в себе уверен. Какие-то добрые слова напутствия, чтобы мы завершили сегодняшний эфир. Лена, спасибо огромное, что пригласила меня. Спасибо за поддержку всегда. Обожаю школу Бэнд. Очень надеюсь, что все будет хорошо, что вы будете существовать долгие годы. Я с вами, надеюсь, тоже все это время быть. А авторам начинающим хочу сказать, что у вас обязательно все будет. Я в этом уверена на 100%. Единственное, что стоит не бросать. Я, кстати, об этом тоже говорю в своей закрывающей лекции обычно, что самое главное – это делать что-то систематическое. У меня там есть целый слайд на эту тему, и я там подробно рассказываю о том, как все это делается, как не сдаваться, как находить вдохновение и так далее. Но рецепт написания романа и вообще там, я не знаю, любой прозы, и надеюсь, что это касается любой формы творчества, это просто делать что-то постоянно. Вот как вы видите, мой пример это показывает. Если ты даже 10 лет пишешь роман, ну, пускай даже по одному часу раз в две недели, например. Ну, это я так с головы взяла. Может быть, 15 минут каждую неделю. Может быть, два часа раз в месяц. Я помню, иногда открывала этот файл, он у меня был на всех компьютерах. Например, где-нибудь на работе. Утром, когда никого еще нет, я могла полчаса пописать, например. Главное – это делать постоянно. И даже самый большой роман, у меня роман довольно толстый, он напишется потом в итоге. Ну, поэтому, как это ни банально, просто верить в себя. Я, ну, даже, честно говоря, я не могу сказать, что я всегда там как-то верила в себя или еще что-то такое. Просто во мне есть какой-то такой движок, который меня заставлял всегда возвращаться к тексту и его продолжать. Вот и все. Да, я всегда говорю с нашим студентом все эти 7,5 лет, что мы делаем бэн, что текст, который должен быть написан, он напишется. То есть это как родить ребенка, когда ты не можешь не родить текст, он в тебе уже живет, он в тебе дышит, он в тебе стучит. То есть этот текст все равно должен быть написан. И его нужно просто вовремя выпустить в эту жизнь, чтобы, не знаю, у кого-то это, ну, образно говоря, 9 месяцев, там, пару лет, да, для кого-то это несколько мест, для кого-то просто решимость, что дети никогда не приходят в нашу жизнь вовремя. И с романами никогда не будут идеального времени для того, чтобы вы его идеально писали. Поэтому нужно брать и делать, уделять себе там 30-40 минут в день и делать это не для публикации, а для себя, чтобы высказаться. Друзья, надеюсь, что наши лекции для вас были вдохновение, душные опоры, и мы для этого и создавали этот проект. Конечно, бесплатные лекции в Бенде продолжатся, мы уже скоро будем анонсировать наши новые программы, новые проекты. Там на презентации, на слайде есть скидочка, Бенда-терапия, кому она нужна. Приходите, ловите ее, программы ближайшие у нас вот такие. Всех люблю, всех обожаю. Огромное спасибо Светлане за лекцию. Спасибо вам за эфир. Я надеюсь, что мы вас вдохновили. Все, всего доброго. До свидания. Ваша память. Спасибо. 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 Спасибо.